Участвовать в чемпионате по гиревому спорту для многих из участников нынешних соревнований не в новинку. Приумножив нагрузку посредством регулярных тренировок, спортсмены готовы ставить новые рекорды. Среди участников представители МЧС, Управление внутренних дел, таможни, Управление следственного комитета, Управление государственного комитета судебных экспертиз, войсковой части 7404. В составе каждой команды сильнейшие спортсмены, наравне с опытными и молодые. Соревнования проходят в четырех весовых категориях. Это до 75 килограмм, до 80, до 85 и свыше 90 килограмм. В прошлом году чемпионами данных соревнований стала сборная команда Брестского областного МЧС. Хотелось пожелать удачи ребятам в этом соревновании. Анатолий Свирепа, пожарный из города Пинска, показывал хорошие результаты в состязаниях между подразделениями областной структуры МЧС. Оказаться в числе участников чемпионата БФСО «Динамо» для него еще одна возможность продемонстрировать физическую подготовку и побороться за первенство, но уже с представителями разных ведомств. Гиревой спорт – это, как говорится, спорт сильных. Он действительно повышает выносливость, силовую выносливость, ну и силу, естественно. Ну а в моей профессии я работаю начальником караула, пач номер два города Пинска. И это мне необходимо, быть в форме постоянной, хорошей, физической. Спорт, как главное увлечение, свободное от профессиональной деятельности время, предпочитает большинство из участников чемпионата. Павел Полищук в их числе. Следователь по профессии со студенческих лет отдавал силы занятиям гиревым спортом. Этот вид спорта включает в себя комплекс, скажем так, и силы, и выносливости. Поэтому именно этот спорт. Для любой профессии важно заниматься спортом. Физическое здоровье – это основа, в принципе, здоровья человека. Соревнования Брестской областной орг структуры БФСО «Динамо» в данном виде проводятся более 15 лет. За свою историю в состязании подарили возможность множеству спортсменов реализовать свой потенциал, набраться опыта перед чемпионатами республиканского уровня. Победа представителей МЧС на прошлогодних соревнованиях, например, простимулировала к успеху коллег-спасателей. Чемпионат 2016 завершился удачно для огнеборцев области. Первые места в командном и личных зачетах привели МЧСовцев к лидерству на ежегодном состязании. Продолжение следует...